всем доброго утра и сегодняшнее видео начинаю с раннего утра потому что вы сегодня виде проведете со мной поставила я только что чайник сейчас буду ставить завтрак вы посмотрите чем я питаюсь потом вместе с вами поедем в школу английскую немножечко я вам покажу и вы немножко со мной поучитесь там затем мы с вами поедем джим немножечко вы со мной позанимайтесь и посмотрите я по возможности сниму что смогу чтобы посмотрели чуть-чуть там вообще делаю и вернемся со мной пообедаем ну ужин я уже не знаю я чаще всего не ужинаю смотрите мой самый обычный рутинный день ну они иногда бывают . разные сегодня один из поехали чайник уже у нас свистит можем делать кофе и все остальное выключаю сейчас я буду делать завтрак что я еще делаю я еще с вечера готовлю всякие коробочки с едой и лёша на работу себе школу и тоже есть потом иду тоже на работу то есть это я себе все тоже готовлю заранее утром и только это все распределяем по таким сумочкам у нас термосумки специальные есть него мужская такая специально у меня мой самый обычный завтра который я себе готовлю же в течение где-то полутора лет представляете я сама в шоке один и тот же завтрак и вы даже не поверите что я другой завтрак вообще не могу я не могу даже представить что я могу другой съесть чтобы накушаться и пытались мы на завтрак на выходные где-то с лёши уходить куда-то питаться какую-то я омлетом и овсянку этом дело тоже в ресторанчике я не могу мне нужно дома моя овсянка так как я ее готовлю это как я все это делаю в граммах пропорциях я привыкла это наверно что-то здесь и тогда я наедаю 7 не хватает на 5 часов давайте я вам покажу так мой пресловутый завтрак ну скажу так я ним уже рассказывала и показывала и в каком-то из ранних видео когда были они на тему еды и когда по моему и даже еще жила в техасе я даже честно говоря не помню уже но сейчас и наверное может кто не смотрел ранее мои видео я сейчас вам этот завтра покажу как я готовлю может быть кому-то будет интересно и он захочет попробовать я скажу что это очень сытно от этого вы поправляться навряд ли будете и течение дня конечно вы не будете обидаться плюшками хлебом маслом и всякими жаренными жирностями но все переворачиваю камеру сторону кастрюль так я достаю свою овсянку значит какую я овсянку беру овсянку я беру обязательно чтобы было написано old она более крупная и более такая не каши образная когда ее варишь мне нравится такая значит выставляю весы я привыкла все делать на весах и 50 грамм я делаю себе каши все 50 грамм каши следующее что я сюда сыплю это ягоды про которые я уже не раз рассказывала показывала эти вот такие ягодки здесь идет земляника малина и черника грамм сыплю дальше мы заливаем это все водичкой ну и что поехали в сторону я это все водичкой я так думаю что водички чуть-чуть наверно маловато чуть-чуть еще добавлю и сразу же что я сделаю помешаю я щас вам скажу это примерно будет вариться она может быть минут семь я потом выключаю и она еще немножечко как бы томится когда выключаю я здесь плиту а плита же здесь видите она остывает не сразу и поэтому она еще под крышечкой томится что я еще добавляю я беру 30 грамм меда когда мед перемешала с кашей я добавляю натертый сыр вот вы можете его натереть сами я покупаю готовый и здесь уже и жирность здесь уже и жирный соответствующая так как я любитель сыров у меня сыра очень много и абсолютно разного и смотрите и такие вот палочки сырные и и у меня здесь им и и моцарелла и другая моцарелла вот здесь тоже с минимумом процента жира я купила пластиночки тоже сырные где-то еще у меня сыр есть а вот еще сыр есть тоже моцарелла 5 7 на стараюсь брать чтобы жирность было меньше любитель я сыра творога да давайте раз уже нас такая сырная пошла тема посмотрите сколько у меня творога вот это творог и такой покупаю это наш не соленый смысле как наши такой как у нас не соленый прямо творог творог я очень не очень нравится люблю очень такой я такую сметану и беру немножечко с меньшим процентом жира здесь идет на 30 грамм жир 5 процентов 5 грамм жира на 30 грамм поэтому я тоже это все контролируем ну это все автоматом уже делается для кого-то это очень сложно и видите у меня достаточно и видите у меня достаточно здесь много яиц и там я вчера купила еще три десятка потому что много и не сидим я в основном ем яйца вот смотрите я уже выключаю все и пока будет остывать вот сейчас пока плита будет остывать я накрываю крышечкой и она еще будет танец и томится томится я в это время сейчас вам покажу что я в это время делаю у меня а давайте я положу все-таки в морозилку мои ягоды и ягоды я конечно высыпаю вот ведь у меня большая такая в морозилке стоит коробка вот она огромная вот я прямо сейчас наверное при вас и высыплю и я беру в эту огромную боксик этот пластмассовый беру вот таким вот образом высыпаю эти ягоды всеми так удобно пользоваться потому что с этим кульком она не очень удобно я высыпаю вот и кулек потом выбрасываю вот они таком шикарном красивом виде замороженные я иногда если хорошая цена я беру покупаю свежие мидии рыба и вот такие готовые котлетки куриные я взяла очень ничего не пробовать готовить но зато это и еще здесь а кальмары это для салатика ну и видите я иногда балуюсь вот люблю такой шоколад очень люблю крупный крупный орех шоколаде обожаю и молочный чтобы ладно отвлеклись от темы я плиту выключила но у меня здесь кипит при том что плиту я выключила все теперь я думаю достаточно пусть немножечко просто вот оно так потомится все я сейчас вам покажу что я еще так как утро и да и мы все спешим я быстренько вам хочу показать что я еще тоже видео каких-то показывала вот такие хлебцы я продолжаю покупать такие рисовые хлебцы которые значит они пропитаны шоколадным сиропом таким тоже здесь блюд и free калорий все 4 грамма сахара и жира никакого нет потом добавляю я 30 грамм меда перемешиваю с кашей беру я эти рисовые хлебцы и мажу я вот таким пинат баттером есть люди не любят потом не каком-то из видео говорили что это вообще какая-то там отрава чуть ли не понятно что нельзя его кушать такой внутри с кусочками арахиса честно обожаю скажу вам честно найдите у нас сейчас где нет отравы я не знаю где это искать знаете место дайте мне адрес вот мой завтрак и я думаю что на этом я утреннее видео здесь у себя на кухне дома уже закончу потому что надо торопиться и не нужно готовить еду лёши очень давайте встретимся уже по дороге вы что вам покажу иногда вот какой бывает трафик это я еду все в школу это не сильный трафик но он есть так потихонечку едем вот я вам там повыше вот увидите сейчас видите вот таким вот образом добираемся до школы мне от дома от моего нового до адреса до школы 15 минут раньше я жила 5 минут пешком от дома там где я жила сыном потом сын съехала рядом в соседнюю квартиру и я в прошлых видео рассказывала что ту квартиру где мы жили сыном и да я одну комнату сдавала мальчику вторую я через airbnb сдавала но так как из-за нехватки времени потому что нужно встречать гостей убирать и я в школу пошла это надо время это надо действительно действительно надо много времени уделять для того чтобы был бизнес а я еще и хочу учиться а потом после учебы надо работать и здесь такая привязка бывает что иногда нужно встречать клиента а мне нужно школу или надо убирать и менять постель в комнате а мне нужно школу и я понимаете естественно поставила приоритет это школа английского языка поэтому пришлось прикрыть наш маленький бизнес который мы начали поэтому квартиру я отказалась вернет квартиры и мальчик который жил в комнате долгосрочная переписала договор на него естественно с участием хозяина этой квартиры и мы уже с Лёшей жили в его квартире потом не то чтобы мы вместе решили видите как у нас могут раз резко и перестроиться прямо у тебя под носом потом мы опять перестраиваемся и потом мы решили не то чтобы мы решили Лёше как бы и до моего до знакомства со мной он собирался переезжать в другую квартиру в другой город Хакинсак мы в этом городе сейчас живем в моей жизни появился Лёша и мы естественно все уже начали планировать вдвоем и квартиру искали вдвоем не могла я снимать показывать вам квартиры какие мы искали и как это все происходило потому что мы сразу встречаемся с хозяевами с риэлторами я не могу ходить с камерой и все это показывать с вами общаться честно это не очень красиво было бы и не очень хотелось вам снять видео показать какие есть квартиры и за 2000 мы смотрели и за 1600-700 но разница такая 1500-2000 за 2000 действительно квартира очень хорошая но мы как бы не планируем столько времени мы конечно не планируем просто столько денег тратить ежемесячно на квартиру потому что планируем покупать ту квартиру которую мы хотим вдвоем выбрать и в ней жить а может быть опять сдавать и другую снимать в общем здесь это как бы маленький такой бизнес который помогает тебе немножечко добавить определенную сумму к твоему ежемесячному доходу ну где-то вот так наверное сейчас я уже съезжаю в Розерфорд из Розерфорд это город в котором я жила я въезжаю в город называется Карлштадт сейчас я поворачиваю на лево это будет уже город из Розерфорд смотрите видите из Розерфорд вот слева здесь мне надо обязательно остановиться потому что знак 100 уже впереди там вдалеке виднеется здание моей школы и я аккуратненько так зайду и вам покажу школу делай вид что я разговариваю по теле это второй уровень не могу сейчас молча просто пройдусь и вы посмотрите это мой класс это beginning класс а это мой класс еще полупустой это не очень классно но это не очень классно И он делает много broadway сейчас, музыкалов, он пишет музыкалов, но он очень известный сыграл. Вы имеете в виду лирик-шечки, вы имеете в виду слова, вы имеете в виду слова? Это я уже в одно видео вам все вставлю, чтобы вы понимали, что вы понимаете, что массаж с кинами порой не делается. Мои дни бывают абсолютно разные, но педикюр я делаю здесь, недалеко от школы, в моем городе, где я раньше жила. А сейчас я сами ногти наделаю в профли, в русском салоне, где я делаю. Я думаю, что немножко здесь расслабляюсь, потому что действительно здесь уперёвка флага очень душно. И потом, как интересно, мне нравится, когда сушатся ногти, она мне делает массаж еще на плечах, шеи, плечи. Это очень хорошо. Цена 15 долларов, я всегда оставляю 5 долларов типа еще. Вот, сейчас вот эта девушка идет, видите, она мне в прошлый раз делала, мне ужасно не понравилось, абсолютно не старалась. Ну, вообще ничего. Но я, если вы знаете дома, что делаю, я лезвием дома сама уже себе делала. Хорошо делала в русском салоне. В русском салоне 30 долларов с лезвиями. С лезвием делают только в русском салоне. Так вообще нельзя делать с лезвием. Так, знаете, как сэкономить почти что 15 долларов? Я пилю себя лезвием сама, потому что у меня недостаточно пилок всяких. Я уже пробовала все-таки самое нормальное. Это для меня все-таки, когда немножечко все-таки я снимаю лишнюю кожу лезвием, специальным лезвием для педикюра. Ну что, девчонечка, буду сейчас, наверное, просто отдыхать. Четыре часа сейчас новая тема была. Четыре часа я слышала новую тему. Очень вроде как легко, но все это сложно. Четыре часа английски это сложно. Еще дома буду где-то сейчас делать домашнее задание. Каждый день пять-шесть часов английского, кроме субботы воскресенья. Но это так приятненький. Такой пилинг с сольвой. Пилиться вот такой пилочкой. Ну, вот таким спонжиком пилиться. Очень недостаточно совсем. Он такой сладенький-сладенький. Честно говоря, для моих русских пяточек это очень слабо. Я думаю металлическая, и то мне недостаточно. Я еще работаю лезвием. Поэтому приходится дома дорабатывать. С потом таким горячим полотенцем. Твои ноги балакивают, обтирают. Все смажут кленом. И потом уже наносят лак. Я делаю лак на ноги. Мне хватает на три недели. Ну и ногти это у меня получается гель. Массаж на ноги такой вообще классный, конечно. С удовольствием я без ноги. Как-то бы 20 килограмм уходит с твоих ног. Очень хороший массаж делается. Это уже финиш такой. Наматывают между пальчиками свисоточки такие, чтобы пальчики не касались друг друга. Сейчас будут одевать мне вьетнамки. Я взяла их с собой. Если не берешь с собой, то они дают свои такие. У них есть одноразовые, белые, пряточные. Вот, видите, они мне одевают их. И потом она мне окрасит. Я потом буду сидеть в бестовом сушить столик специальный есть. Внизу вентилятор. И все, я сижу, сушу многоточки. Нам в это время будет массировать плечики, шею. Вот такой полный ожерелок сидит. Видите, какие бабушки здесь. Красоту наводят. Бабулечки, какие красоты. Продолжаю заниматься. Не так часто, как это было раньше. Всем привет, Джима. Продолжается мой день обычный. Будний день недели. Я после курсов прихожу в джим иногда три раза в неделю. Иногда два раза в неделю больше я не хожу, потому что устала я два года ходить каждый день, кроме выходных. Поэтому сейчас два часа дня. Здесь этот зал пустой. Очень часто здесь бывает йога, пилатес и много разных других групповых программ. Поэтому я люблю ходить днем. Потому что вчера мы с Лошей были вечером. Ой, народу было столько, что у меня было даже место. Очень рада, что я спустя полгода вернулась опять в занятия джим. Всем желаю тоже находить себе силы заниматься своей фигурой и контролировать питание. Хотя бы чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Все, день продолжается. Иду я заниматься. Сейчас стояла планку минуту. Иногда стою две. Вообще стояла больше всего. Планку я где-то 10 минут. Не где-то точно. 10 минут и где-то 20 секунд. Сейчас я это не делаю. Сейчас я просто качаю свой низ, попу, бедра. Вверх у меня всегда относительно такой. Легко он у меня качается. Попа, низ. У женщин дается сложно. Ну, так. Вроде как здесь немножечко стало поменьше. Жирка на животе. Я тоже очень тяжело живот ухожу. Ну, все, пошла я заниматься. Не хочу много времени тратить. Все. Если найду время, покажу вам хотя бы пару упражнений, которые я делаю для того, чтобы иметь вот такие ручки. Попу показать даже не знаю как. Но, скажу честно, за два года она у меня стала, приподнялась довольно-таки. И, конечно, стала намного упруже. И я еще скажу, что я могу сейчас спокойно одевать какие-то очень легкие брючки. И не переживать о том, что у меня попа как холодец. Сейчас вот у меня комфортно. Я могу одевать. У меня есть такие тоненькие брючки. И когда они облегают попу, очень даже мне нравится, как ни странно, вы знаете. Я всегда, когда жила в своей стране, считала, что мой зад очень большой. И вообще у меня фигуры, и короткие ноги. И вообще я черти чего из боку бантик. Когда я вот приехала сюда, то мою самооценку... Леша поднял мою самооценку. Так я на самом-то деле, честно говоря, очень недолюбливала себя, свое тело и все, что с ним связано. Ну, наверное, после того, как я начала довольно-таки неплохо относиться к своему телу, и начала заниматься и придерживаться диеты, то... Ну, как бы не диета, а определенного питания, где меньше, наверное, сахара, кейков всяких, хлеба и всего остального. Так что вот так. Полюбите себя, и потом вас полюбят тоже, оказывается. И это работа вот на самом деле. Вот мой тренажерчик сегодня. Поднимаюсь по ступенечкам. Заниматься. Где-то позанималась я примерно около часа, может быть, чуть меньше. Вчера я тоже занималась 40 минут и еще 20 минут ходила по ступенькам. Есть такой тренажер. Вот. Но сейчас я еду домой, буду кушать. Сегодня я не работаю. Сегодня у меня только был английский, и я позанималась. Сейчас у нас уже тепло, наконец-то. Тепло. Очень долго приходит лето в этом году. Едем домой. Я буду отключаться, потому что я не сильно люблю ездить и показывать, когда трафик еще можно, когда свободные дороги тяжеловато немножечко. Все, встречаемся у меня уже дома и будем обедать. Сейчас буду стараться ехать и с вами разговаривать. Я просто въехала уже в город, и я здесь могу чуть-чуть медленнее ехать. И не совсем можно так делать, потому что гаишники вообще не разрешают держать телефон в руках, разговаривать. Мы можем только разве что навигатор наводить. Все. Только навигатор. Но за счет того, что я здесь могу медленно ехать, я могу с вами разговаривать. Вот мы сейчас живем в городе Хакинсаке. В этом городе у меня дочка жила два года назад. Что я вам могу сказать? Очень зеленый, прекрасный, хороший город. На желтенький свет еду, потому что я как бы уже была на полпути пересечения перекрестка. Городочек очень зелененький. Вы вот можете наблюдать. Я вот специально вам показываю, пока я еду домой с Джима. Ехать здесь можно только 35 миль в час. Сначала надо было мне, конечно, привыкнуть к этому городу, потому что я год жила в Истразефурте. Потом три месяца я жила в Посейке. Посейк парк есть такой район. Посейк сам город по себе не очень хороший считается в Нью-Джерзи. Ну, как бедненький такой, да? Но Посейк парк – это район таких богатых еврейчиков. Там достаточно богатые дома очень. Есть на что-то глянуть, знаете. Там у Леши просто квартира двухкомнатная, которую мы сдали. И переехали вот сюда, в Хакинсок. Почему мы переехали? Во-первых, решили как бы свою новую жизнь начать с нового места. И это, наверное, не одна из первых причин. Одна из первых причин была, чтобы это было ближе к работе, удобнее было к локейшнам дома, чтобы был недалеко от хайвея. Развязка. Очень важно здесь развязка. И вот только по этой причине мы начали как бы квартиру искать. Одна из причин. Хотя, если честно, то я бы жила в Разборте. Мне нравится. Маленький городок, чистенький, маленький, приятненький. Сейчас вот я еду сейчас по дороге. И вы можете наблюдать частные дома, как частный сектор. И потом, чуть-чуть проехав, где-то минут пять еще ехать мне, то есть такие как бы многоэтажки, их так называть можно нашим языком, не американские, многоэтажки. Красивые здесь очень дома. Я вот специально вам так вот выставила камеру, держу в руках, где-то, честно говоря, как трехлетний ребенок на трехколесном велосипеде. И потому что хочу вам показать дома. Я давно здесь проезжала, и так хотелось вам показать вот эти дома. Я еще еду очень медленно, стараюсь, по крайней мере. Вот. Вот это мой самый любимый дом. Вот этот. Вот он. Каменный такой. Вообще, как в сказке. Честно. Извините, если все трясется. Потому что все делается допотопным таким способом. Я сейчас приеду домой. Естественно, я себе сейчас что-то приготовлю из еды. Из еды у меня как бы есть курица, салатик, наверное, сделаю. Сейчас мы сделаем с вами салатик мне. Потом курочку поем. И потом я начну делать домашнее задание по английскому. А тему про английский я вам попозже потом расскажу. Как у меня на курсах, что я учу, как это все продвигается. Очень мне эти курсы нравятся. Потом как-то я сделаю видео, вам расскажу, как мы отдыхаем. Потому что, знаете, когда отдыхаю, мне даже не хочется камеру в руки брать. Я отдыхаю. Я не хочу думать постоянно о том, что мне надо видео сделать. Что мне надо кому-то что-то показать. Понимаете, мне нужно будет постоянно думать о ком-то. О том, кому что показать, но при этом самой не наслаждаться. Я так не умею. Если я отдыхаю, я отдыхаю от всего. От слова «надо» я тоже отдыхаю. Потому что у меня в жизни присутствует очень много слова «надо». Очень много. И порой я чересчур себя гружу этим. Надо учить английский, надо делать домашнее задание. Все надо, надо. И понимаете, иногда надо делать видео, надо показать. Надо же как-то поддерживать канал. Я же его открыла. И вот это вот грузить себя всем подряд. Вы поверьте мне, это вообще не стоит того. Жизнь надо как-то наслаждаться. Кто-то умудряется, например, все это каким-то образом сочетать. И как-то это у него все получается, чтобы было в гармонии с временем. Да, и занятости. У меня нет, у меня не получается. Я сюда не поставлю свою машину, не получится, не влезу. Я иногда паркуюсь не на парке, не на парковке у себя здесь. Вот. Шаплёша парковался возле дома. А сегодня нет места, поэтому я буду парковаться возле дома. Вот наша парковочка. Вы видите, как я объезжаю. Парковка у меня номер 9. Сейчас попробую одной рукой припарковаться. Практически получилось. Вот такой у нас домик. Видите, напротив дом. Это не мой, но наш прямо зеркальный такой. Давайте я сейчас буду закрывать машину и уже встретимся в квартире. Вышла я с лифта. И сейчас буду открывать дверь в квартиру. Немножечко наведу там порядок. Все, что мы могли перед сном побросать на диваны какие-то вещи. Так, заходим мы в дом. Дома у меня душно. Сейчас мы будем открывать кондиционер. Ой, как бахнула дверь. Сейчас мы будем открывать кондиционер. Я включила свет. Да, здесь видите, сама по себе комната покрашена в речевый цвет. Сейчас я сразу снимаю носки и красотки. Буду принимать душ. Что я хотела? А, пойдем сейчас с вами сумки поставлю. Раз мы сегодня со мной день проводим, значит мы будем смотреть все в деталях. Боже, ну все падает. Давайте включим кондиционер. Я включу на сильный, на десятку. Вот такие дестройные кондиционеры есть. Вот здесь уголок этот мы купили недавно. Как сюда приехали, мы его купили. Все, надо будет мне вот это все послаживать. Скорее всего, я это не слаживаю. Вы знаете, я себе здесь так подушек понакидаю. Я люблю, когда я учу английский. Английский. Когда я учу английский, я люблю обложиться подушечками разными, под спинку, под ножки, под все что угодно. И я себе, вот у меня здесь столик английский. Вчера я потратила где-то 6,5 часов на английский язык. Можете представить, 4 часа школы, 2,5 часа я учила язык. Вот вы можете представить, насколько я много уделяю этому внимания и как бы хочу видеть естественный результат. Сейчас нужно кухню включить свет. И мы будем, наверное, сейчас перекусывать со мной вместе. И я буду кушать курочку. Вы знаете, у меня сейчас я почему-то хочу съесть немножечко творога. Ну, не стала я вам показывать, как это я все нарезаю. Это не настолько интересно. И поэтому я уже вам показываю как бы итоговый такой результат салата. Сейчас я возьму ложку. Я на терке съерла морковку. И я повторю, что я ничего не добавляю. Просто перемешиваю и ложу в пластмассовый такой бокс. Так он сохраняется лучше в холодильнике, этот салат. И потом я беру столько, сколько мне надо, чтобы не нарезать его, например, каждый день. Или я хочу салат очень... прямо вот сейчас хочу салат, но мне не хочется нарезать. Он у меня уже нарезанный есть. Так что это такая вещь очень классная. Это я кто-то подметила, вы знаете, честно, я у кого-то в гостях была. И смотрю, целая большая миска нарезана салата. Я говорю, а как ты его сохраняешь? Она говорит, я ничего не добавляю. Значит, в салат мы не добавляем ничего. Просто резанные сухие овощи перемешиваем. Засыпаем их в какую-то тару, чтобы она хранилась в холодильнике. Закрываем герметично. И берем потом такое количество салата, которые вы хотите съесть или как бы подать на стол. Все, все остальное опять закрывается лошадь. И, пожалуйста, себе пару дней точно. Это не недели, конечно, да. Но я думаю, дня на три это достаточно нормально, чтобы это все сохранялось в таком свежем виде. Я сейчас вам еще скажу. Я сейчас еще вам хочу показать. Вот у меня моя тавочка с едой. Так я говорю, такой боксик с едой. Здесь овощи тушеные. Потом и ячневая каша. Кашу я ем обязательно. А себе в салат я добавлю еще оливки. Такая красивая получилась цветная смесь овощная. Это я себе отделила. Ну и это я беру, взяла уже крышечку. Вот таким вот образом я закрываю. И все, и в холодильничек. И можно три дня это спокойно кушать. Значит, что я сюда буду сейчас добавлять? Сюда я добавляю немножечко оливок. Есть у нас такой уксус здесь. Добавлю его. И тогда добавляю лимон. У меня всегда лимон. Всегда. Есть такая же вот такая коробочка лимонная. Лимончик, например. Половина лимончика осталась, чтобы не обветрилась. Вот так. Точно так же, как чесночок у меня здесь. Просто мне в одной руке держу телефон. Неудобно. Сейчас где-то еще у меня есть лук. Что вы думаете? Но он в холодильнике. Сейчас я посмотрю. И вот лук. У меня пол лука осталось, и я здесь его храню. И он мне обветривается, и запах никакого не дает. Ну, сейчас я это все буду готовить, и уже покажу вам готовое на тарелке у себя, как оно выглядит. Еда моя, от которой я не поправляюсь. Ну, вот я вам показываю мой обед, чтобы вы примерно представляли, чем я питаюсь, и почему мне получается удерживать свой вес. Скажу сразу, что я на выходные позволяю себе кушать то, что я хочу. И сколько хочу, но я уже много не могу кушать, поэтому в количестве тут я уже не сильно страдаю. А вот то, что я хочу сладенького поесть и немножечко лишнего, то да, это присутствует. Но в основном что лишнее? Я хочу какую-то пироженку или мороженка съесть. Все. Все остальное все равно не то же самое. Мясо, рыба, хлеб я не ем. Может быть, чуть-чуть где-то отломаю. Вот если мы пойдем в турецкий ресторан, то там горячий хлеб, вот такую лепешку горячую подают и масло. Конечно, хочется чуть-чуть, но это совсем чуть-чуть, и мне жалко наполнять свой желудок хлебом. И я как-то хотела бы оставить место для мяса и для овощей. Вот где-то так. Я не каждый день себе так сервирую, сразу вам говорю. Все. Могу даже кушать стоя, чтобы не садиться. Вот стоя я стою, вот так вот, как я с вами разговариваю на фоне моего обеда. Сейчас я вам просто хочу показать, что там. И все, я могу так же есть. Вот сюда я могу поставить телефон, включить себе какой-то фильм и все. Или какое-то видео, которое мне интересно. И я могу так вот стоя кушать, и так, чтобы не совсем было это удобно. Знаете, как поела, помыла тарелку, все, ушла. Значит, что у меня, давайте на тарелке. Салат я вам рассказывала, как-то свет бьет, мне не совсем удобно вам показывать. Салат я рассказывала, что единственное, что я фету посыпала сверху. Ну, это как брыдза наша. И вот кусочки курицы. Скажу, почему так мало курицы, потому что здесь мало курицы, да. Я сегодня достаточно съела на перемене, когда я была в школе. Это, значит, каша ячневая, гречневую люблю. В общем, любую люблю. Овсянку, перловку, все подряд. Кашу все люблю, абсолютно. Пшено, потом что, киноя. В общем, рис разные все люблю. Ну, белый не ем. Потом здесь, это у меня рагу. Здесь цветная капуста. Ну, и что, перец и всякие интересные такие непонятные овощи. И я как-то по поводу рагу видео, я не знаю, как я выставлю это видео, или показывала, или покажу. Ну, вот все, вот это моя еда. Может быть, я немножко хуму себе помажу, и сейчас покажу. Вот у меня рис, и на что я мажу. И я знаю, что, значит, что здесь глютен-фри, то есть нет абсолютно никакой муки. Всего лишь 35 калорий. Обязательно, смотрю, привыкла. И здесь нет ни жира, ничего. Все. То есть пустые. Вот я их достаю и могу помазать себе хумусом это. И, естественно, хумус я смотрю. Вот смотрю, сколько жира на сколько грамм. Вот здесь даже написано, что 28 грамм. 28 грамм. Вот видите, вот все. 28 грамм. 5 грамм жира я уже вижу. Вот крупным. 70 калорий на 28 грамм. Все. Я примерно все смотрю. Так что... И тогда, конечно, будет держаться форма. Вечером, в будни мы в основном... Я могу видео монтировать. Можем пойти погулять, походить по городу, который здесь, по райончику, который возле нас. Он для нас новый. Мы его еще изучаем. Смотрим, какие кафеюшки. Я могу еще что-то немножечко поучить английский. И ложиться, отдыхать. Вот так проходит наш. Вот хочу вам показать. Это я уже в другой день делаю. Но хочу вставить в это видео мой обед, какой я делаю. Значит, я покупаю вот такие котлетки из такого фарша куриного. Кротень готовлю. Слоями вылаживаю я лук, потом капусту, помидоры. Сейчас я буду делать. Вы посмотрите. И сейчас буду открывать. Я открыла. Они, видите, здесь четыре штуки. Проложенные они пергаментной бумагой. На низ я выкладываю капусточку. Вообще без разницы, что выкладывать на низ, честно. В прошлый раз я помидорки выкладывала. В этот раз я хочу сделать капусточку. Потом я лук, все делаю, все режу, все овощи режу толсто. Такими толстыми кусочками. Помидор большой, крупный и куски такие огромные. Потому что я люблю, когда они спекутся, чтобы можно было помидорку, чтобы было, что там есть, когда помидорка спекутся. Сейчас буду котлетки эти замороженные распаковывать и отделять их от пергаментной бумаги. И вот я их красивенько разложила. Я немножечко их так придавила. Я немножко, совсем чуть-чуть накрою их фольгой. И наверное сейчас отрежу еще кусочек фольги. И накрою, чтобы не сильно сохло мясо. Чтобы оно в собственном пару, в собственном соку этих овощей натушилось. Это буквально минут 20 и нормально, потому что они не совсем толстые. Единственное, что я еще делаю, у меня вот такая соль есть. Морская соль. И здесь много разных специй. Я просто сыплю чуть-чуть. С этой стороны овощи я не солила. Вот то, что сверху сейчас вот я овощи не солила. Все, что сверху вот так добавляю и все, больше ничего. Сейчас накрою, на полчаса поставлю и буду кушать через минут 40 уже буду есть. Вот такое вот быстренькое блюдо. Смотрите, вы можете сами сделать фарш. Купить фарш или сделать с груды фарш сами. И точно так же выложить. Можно полностью фаршем просто проложить целый пласт этих овощей. Сверху опять овощи. То есть вы можете себе фантазировать, как вы хотите. И не только куриный. Какой угодно фарш, все, что вы едите. Ну, в зависимости от того, какой фарш, ну и соответственно, ну и соответственно, время приготовления будет немножечко другое, да. Вот еще одно из блюд. На мой гречка. В таком пакетике. Она у меня уже готова. Салатик сделаю. И все. Обед, от которого я не располнею. Я вам уже в готовом виде покажу вот эту всю вкуснятину и красоту. Таким образом я накрыла. Потом я проколола немножечко ножом. Сделала пару таких отверстий здесь, чтобы чуть-чуть пар выходил. Ну, все. Прошло полчасика. И сейчас я буду доставать вкусняшку. Так. Та-да-да-дам. Вкусняшка. Иди сюда. Давайте мы сейчас откроем, посмотрим, что у нас там получилось. Боже мой. Какое все сочное. Все в таком соке. Пахнет шикарно. Лучком, помидорками. Прелесть. Вот честно вам скажу. Все в курином соке. И без такого огромного количества жира. Вот она какая. Приятного нам аппетита. Ну что, закончился сегодняшний день. Вы провели его со мной. Ужин я вам уже не стала показывать. Потому что ужин у меня это бывает или вода, или очень-очень редко. Может быть зеленое яблоко, или может быть персики, или немножечко арбуза. Но это совсем бывает редко. Вот я сейчас поела, потом могу что-то перекусить до шести. Потом просто вода. Ну, иногда, конечно, я бываю и позже ем. Я не буду вам рассказывать, что я такая вся отличница, и вся такая придерживаюсь, и мне так скучно живется. Нет. Но это один из моих будних дней, которые вы могли сегодня лицезреть. Естественно, они у меня бывают абсолютно разные. Ну и вскоре я буду чуть больше работать, чем сейчас. И тоже вам все это буду рассказывать, показывать. И по возможности, естественно, вы будете иметь возможность это наблюдать. Ну и если я буду иметь возможность делать видео. Но я, вот видите, как могу, стараюсь. Ну все, давайте до следующего видео. Пока-пока. Всего вам хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok